Большой пожар в Великобритании. Под Манчестером горят вересковые поля. Пожарные не могут потушить пламя вот уже четвертый день. Ситуация только ухудшается. Из опасной зоны эвакуируют людей. Почему не удается справиться с огнем, расскажет наш британский корреспондент Светлана Чернецкая. И днем, и ночью пожарные пытаются усмирить пламя. Еще с воскресенья огонь распространяется по полям возле Манчестера. Это третий город в Великобритании по количеству жителей. Такого стихийного бедствия местные жители не помнят. До сих пор неизвестно, что послужило причиной этого масштабного пожара. Мы никогда не видели ничего подобного. Вчера нас настигло пламя высотой в метр и даже больше. Мы едва избежали его, уже чувствовали огонь за спиной. Пока эвакуировали жителей полсотни домов. В центре пожара оказался поселок Карбрук. Пламя подбирается к городу Стейлибридж, а там уже недалеко и до самого Манчестера. Школы в опасной зоне сегодня закрыты. А жителям соседних сел и городов посоветовали не выходить на улицу, не открывать окна и двери, чтобы не отравиться продуктами горения. Столб огня возник буквально ниоткуда за рядом наших домов. Мы сразу позвонили в службу по чрезвычайным ситуациям. И нам пришлось бежать, потому что дышать было просто невозможно. Дым буквально выедал глаза. Пожар низовой. Горит трава на полях и болотах. Но столбы пламени достигают человеческого роста, а пепел разносится на километры вокруг. Справиться с огнем пожарным мешает сильный ветер. К тому же он часто меняет направление. Как только становят пламя с одной стороны, оно движется в другую. Уже выгорело 800 гектаров земли. Не способствует тушению температура воздуха. Эта неделя самая жаркая в стране в этом году. Пока пожарные справляются своими силами, но британскую армию уже предупредили. Ситуация может выйти из-под контроля в любой момент. И тогда без помощи военных не обойтись. Светлана Чернецкая, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.